Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичен. Сегодня в этом видео я хочу показать вам свою вторую работу, которую планирую вышивать в рамках совместного проекта Мил Хилл, организованном Юлией Лишенко. Я вам уже рассказывала об этом совместном проекте, когда вышивала свой первый сюжет, это магнит Кэнди Кэйнс, и оставлю для вас ссылку на видео о вышивке моей первой работы, если вы его еще не посмотрели, думаю, что вам тоже будет интересно эта работа. А сегодня я хочу показать вам второй сюжет, который я надеюсь вышить в течение ноября 2018 года. Это тоже будет магнит из серии Winter Holiday Collection, как и моя первая работа. Магнит с вот такими тремя снежинками и артикул этого набора MH180303, называется он Снежинки Snowflakes. Размер работы будет чуть-чуть больше, чем мой первый магнит, 5 на 8,3 сантиметра. И точно так же, как и с первой работой, я планирую в этом видео вместе с вами открыть этот набор, а следующее видео будет посвящено всем этапам вышивки этого сюжета. Вот так набор выглядит с оборотной стороны. Уже сейчас мы видим, что здесь материалов будет несколько больше, и работа тоже будет чуть более сложной, чем первый магнит. И вот сейчас очень красиво вам передается, как выглядит дополнительный элемент. Это вот такая снежинка, на нее сейчас очень удачно падает свет, и она выглядит ярко-голубой. Хотя, если менять направление освещения, то эту снежинку можно увидеть и с розовым блеском, и с сиреневым, и полностью прозрачной. Давайте познакомимся с содержанием набора поближе. Так, в наборе присутствуют три инструкции. Одна инструкция непосредственно для вышивки сюжета, другая общая инструкция для наборов Милхилл, в том числе на русском языке, и инструкция лист по классификации всех видов бисера и дополнительных элементов. Подробно я вам показывала эти инструкции при обзоре первого набора магнита Candy Canes. В этом случае инструкции совпадают, поэтому не будем на них долго останавливаться. Подробнее давайте посмотрим на инструкцию непосредственно для этого набора. Вот так здесь выглядит черно-белая схема. Всего в этой работе используются два цвета Moulinet DMC. Это голубой оттенок 798 и белый оттенок обычного белого цвета. Кресты выполняются в три нити. Также присутствует бэкстич белым цветом в две нити. Далее необходимо выполнить пришивание дополнительных элементов. Это два вида бисера и один вид стекляруса. И завершается работа пришивания дополнительного элемента Treasures снежинки, которую я вам уже показала. И также на этом же листе инструкции есть вся необходимая информация по выполнению стежков, которые используются непосредственно в вышивке этого набора. Вся работа выполняется на перфорированной бумаге. Вот так выглядит этот отрез. Очень красивого сиреневого цвета. И я недавно вышивала английский примитив в рамках совместного проекта энциклопедии примитивов. В этом сюжете был оттенок DMC 159. И когда я увидела эту бумагу, мне показалось, что этот цвет полностью совпадает с этим оттенком. И вот действительно, давайте посмотрим, очень интересно сравнить, как этот оттенок соотносится с цветом бумаги. Но сейчас камера передает цвет мулине чуть светлее, хотя в жизни можно видеть абсолютно полное сходство. Вот так выглядят нити мулине, которые используются при вышивке снежинок. Всего два цвета, то есть разбирать эти цвета практически не нужно. И очень интересно мне будет вышивать именно синим оттенком 798, потому что еще ни в одной своей работе я не встречала этот цвет мулине DMC. В отдельном пакетике находится круглый магнитный элемент, точно такой же, как и в предыдущем магните. И в этом же пакетике есть две иголки DMC, одна для бисера и одна для вышивки крестиков. Обе иглы с острым концом. В этом же пакетике находится белый бисер крупный, 11 размера, и вот такой прозрачный стеклярус. А я стеклярус уже пришивала в одной своей работе, но именно в наборах Милхилл мне еще ни разу не встречалась вышивка стеклярусом, хотя этот набор уже станет моим юбилейным 10 набором от Милхилл. Второй вид бисера – это мелкий бисер Петит. Он прозрачный, с перламутровым отливом, и очень удобно, что этот бисер производитель поместил в отдельный пакетик, и не будет тоже сложности с разделением различных цветов бисера. И вот он, самый главный, самый интересный элемент, трежерс, который здесь присутствует. Вот такая очень красивая снежинка, тоже перламутрово переливающаяся, но чаще она выглядит именно с голубым отливом, хотя, как я вам уже сказала, можно разглядеть и розовый, и фиолетовый отлив, хотя сама эта снежинка прозрачная. Итак, мы с вами посмотрели подробно на составляющие этого набора. Буду приступать к вышивке, а все этапы работы вы сможете посмотреть в отдельном видео, которое выйдет сразу по завершении этого магнита. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте о возможности подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить следующие видео, посмотреть на то, как будет выполнена эта работа. А также вы можете всегда посмотреть мои предыдущие видео, которые еще не успели посмотреть. Буду очень рада и благодарна вам, если вы это сделаете, и также оставите свои комментарии, в которых поделитесь своим мнением о работе, и, возможно, вы тоже уже вышивали эту работу или другие магниты от Милхилл. Мне будет интересно почитать ваше мнение. На этом я буду с вами прощаться. До скорых новых встреч. Всем пока!